И еще об одной громкой аварии. Сегодня была избрана мера пресечения пьяному лихачу, который на пешеходном переходе сбил трех человек. Девочка-школьница погибла на месте. Эта трагедия произошла в воскресенье вечером. Вячеслав Савастин промчался на красный, врезался в людей и попытался скрыться. Один из очевидцев бросился в погоню, чтобы задержать пьяного водителя, и в нескольких километрах он заблокировал его автомобиль. Вячеслав Савастин поначалу пытался откупиться, предлагал деньги, но был задержан. И сегодня его доставили в суд для избрания меры пресечения. Скажите, почему пьяным сели за руль? Тяжело осознавать то, что он виновен, а как тяжело осознавать, что он убил человека. Вы не представляете. Он самый старший в нашей семье. У нас примером был для всех. Мы вообще младшим говорить не хотели. Сейчас все просто в шоке и в трансе. Слышала о том, что погибла девочка 16 лет. Слышала о том, что мой сын был пьяный за рулем. Как, почему вообще, не понять с ними. Последнее время вообще практически не пел. Даже на дне рождения у бабушки отказывался. Очень тяжело. Я даже не представляю, как его, дочери, я буду говорить, что папа не будет, не будет так долго. Он для нее свет в окне. Я не представляю тех родителей, что они переносят в данный момент. Просто. Я говорю, могла бы отдать сердце этому ребенку, который бы я не поддала, а бы не задумывалась. Простите Христа ради. Умоляю простить. Не оправдываю его и не буду этого делать. Если понадобится наша помощь, ну, в любой момент готова. Только чем сейчас уже можем помочь этому человеку? Ничем. Почему вы скрылись с места ДТП? Для чего вы предлагали деньги? Вы раскаивитесь? Суду избраны меры пресечения по 3 февраля 2017 года. Он сам задержанный не возражал против избрания в отношении него меры пресечения. Он признает вину, раскаивается, не отрицает меня никак свою причастность, не то, что находился в состоянии пьянения. Я еще раз прошу прощения. Я знаю, что прощения этому нет. Вернуть ребенка мы не сможем родителям. Но это обязательно. Если понадобится помощь, то это вообще без разговоров, без всяких комментариев и всего остального. В итоге Вячеслав Савостин сегодня был заключен под стражу, а 16-летнюю Анну Сорокину сегодня похоронили. Продолжение следует...